В Национальной библиотеке города Махачкалы состоялась встреча представителей трех конфессий республики. Главной темой обсуждения на мероприятии стала роль традиционных религиозных конфессий в противодействии идеологии экстремизма и терроризма. Тему продолжит Абдулла Алиев. С конца прошлого тысячелетия до сегодняшних дней терроризм является одной из главных проблем общества. Ряды запрещенных организаций в большинстве случаев пополняют именно представители молодежи, подавшиеся ложным убеждениям. Однако стоит отметить, что в Дагестане уже несколько лет отмечается спад экстремистских настроений. И все реже можно услышать, что где-то в республике проходят спецоперации. По сламу руководства Дакум Религии в этом весомая заслуга взаимодействующих друг с другом религиозных деятелей всех традиционных конфессий нашей республики. В результате вы сами видите отсутствие громких резонансов преступлений, актов, которые раньше имели место. В последние 4-5 лет практически отсутствуют в республике. Вот результат нашей совместной общей работы, безусловно, большой работы на местах религиозных деятелей, имамов, богословов, алимов, которые складывают свои души и сердца и прививают молодежи правильные знания в исламе. Открывая встречу, председатель Дакум Религии Магомед Абду Рахманов поблагодарил всех представителей конфессии за работу по профилактике экстремизма в обществе. Далее он подчеркнул, что часть молодежи Дагестана, выехавшая воевать в Сирию, возвращается обратно на родину. В связи с чем он предложил заранее к этому подготовиться. Молодежь, которая выехала в Сирийскую Арабскую Республику, они потихоньку возвращаются. И возвращаются они с той заразой, которую они распространяли до выезда туда. Поэтому здесь нам надо подготовиться и провести не только общественные мероприятия, то есть лекции. Уже, я думаю, совместно с нами, совместно, где вы работаете в муниципальных образованиях, есть замы по общественной безопасности, с ними уже вести хотя бы индивидуальную работу с членами семьи этих людей, которые заразились этой болезнью. Первый заместитель Муфтия Республики Дагестан Абдулла Аджимулайф в своем выступлении отметил, что очень важно проводить подобные встречи в целях обмена опытом. Необходимо искать новые современные методы борьбы с сложными идеологами и негативными явлениями в обществе. На уровне современности, на уровне подготовленности нашего населения мы должны разговаривать, должны находить ключи. Если мы видим, что совместный метод уже неэффективен, мы уже должны выходить на другой уровень. На видеоматериалы, аудиоматериалы, обращения какие-нибудь. Здесь нужно ключ подобрать. Как объяснить этому молодому человеку, что терроризм – это зло, алкоголь – это зло, наркомания – это зло. Ключ нужно подобрать. Один не подошел, другой попробуйте. То есть здесь, в этом направлении нам расслабляться нельзя. Все религии объединяют запрет на убийство и запугивание людей. Именно поэтому представители конфессии едины в мнении, что только совместная работа в плане духовного просвещения убережет население от пагубных явлений. Экстремизм и терроризм – это проблема всеобщества, с которой нельзя разобраться по отдельности, без совместных усилий всех жителей нашей республики, вне зависимости от национальности и конфессии. И самым действенным решением этой проблемы, по мнению всех религиозных лидеров, является духовное просвещение с использованием для этого всех современных методов. Абдулла Алиев, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.